15 делегаций и 14 городов. В этом году международный пленэр-конкурс «Палитропредвинья» собрал 52 участника. На торжественной церемонии открытия председательного Полоцкого горсовета депутатов поприветствовал всех собравшихся и пожелал ребятам успеха и вдохновения, отметив, что «Палитропредвинья» – это праздник не только творчества, но и дружбы. Смотрите, расширяется взаимодействие даже городов-побратимов. Вот в который раз приезжают ребята с «Электросталью», участвуя в конкурсе, а 7 числа с «Электросталью» мы подписываем договор между телевидением города «Электростали» и нашим телевидением. То есть крепнет вот эта связь, единение породненных городов, а значит крепнет дружба между ребятами, между жителями наших стран. В этом году впервые в конкурсе пленэре принимают участие юные художники из Казахстана. Несмотря на долгую дорогу, они полны сил и с удовольствием делились впечатлениями. Нам здесь все нравится. Городок очень приятный, такой чистенький. Люди очень все открытые, очень общительные. Новые люди, новые события – это всегда очень интересно. Юные мастера Кисти признаются – участие в таком конкурсе всегда событие и вызывает трепетные эмоции. Но собраться для победы все же не помешает. В лучшем случае я, конечно, ожидаю победы и настроена на победу и буду все делать для этого. Но а там как получится. Я надеюсь, что я достаточно уверена в своих силах. В таком масштабном конкурсе, можно сказать, международном, первый раз вообще. На протяжении трех дней юных живописцев ждет насыщенная программа. Знакомство с Новополоцком, а также с самым маленьким городом Беларуси – Десной. Путешествия будут сопровождаться конкурсными работами. А уже 6 июня состоится торжественная церемония закрытия пленера конкурса. В выставочном зале детской художественной школы имени Ивана Фомича Хруцкого можно будет восхититься картинами-победителями. На ней горожане смогут увидеть родные места глазами детей.